Если хотите посмотреть, как все это происходит, заходите на канал Деревенский Блокнот к Андрею. Я там показываю мастер-класс по выпечке хлеба, кому интересно. Пеку хлеб себе уже 8 или 9 лет, я уже сбился со счету, но очень давно. Закваска тоже, вот столько она существует у меня. Делю, размножаю, ну вот такой процесс. Ну вот, делим его пополам, вот такой маленький колобок. Ландшафтный дизайн, вы думали он один у меня? Нет. Вот еще второй куст. Блин, больно он колется, а? Какие шипы у него классные. Цветут ябани. Груши, вишни. За моей спиной находится баня, ее называют Мабиба, а я ее называю русская походная баня, которая верой и правда служила порядка 10 лет. Все, бани у меня больше нет. Конечно, свои труды жалко разрушать, но в жизни всякое бывает. Как и разрушение, так же, как и созидание. Люблю вот так сидеть у костра и наслаждаться огнем. Огонь сжигается плохое, подпитывает энергетикой своей. Я сам огненный знак овен и работаю всю жизнь с металлом, с огнем. Укращаю дугу, превращаю горячий металл в что-то красивое, интересное. Друзья, день подходит у нас к завершению. Сейчас 11 час ночи уже. Так я стяжку и не залил сегодня. Объемы большие. Зато сваи сделал и привез на завтра воду. Вот такую емкость, 300 литровую, еще привез вода от соседа. Сейчас чем я занимаюсь? Я замешиваю тесто. Завтра утром поставлю печься свой хлеб. Тесто на хмелевой закваске. Вот закваска. Если хотите посмотреть, как все это происходит, заходите на канал Деревенский блокнот к Андрею. Я там показываю мастер-класс по выпечке хлеба. Кому интересно. Пеку хлеб себе уже 8 или 9 лет. Я уже сбился со счету. Но очень давно. Закваска тоже, вот столько она существует у меня. Делю, размножаю. Ну вот такой процесс. Кто понимает в пекарном деле. Домохозяйки это прекрасно понимают. Так вот, сейчас замешу тесто и пойду посижу у костерка. 5 дней подряд я все пытаюсь, думаю. Ну вот, сегодня я посижу у костра, посмотрю на звезды. В итоге звезд сегодня нет. Одна в облаках, только луна. Так вот, я заболтался. Сейчас замешиваю тесто. По клочисткой своей технологии. Единственное, добавил сюда вот такие геркулесовые хлопья. Очередной эксперимент. Спина уже гудит. За целый-то день таскать тележку туда-сюда и кидать в бетономешалку песок. Расскажу маленький секрет. Чем больше месите хлеб, тем он пышнее получается. Проверено на собственном опыте. Много лет я пек для друзей хлеб. Выпечка хлеба занимает очень много времени. Вот сейчас я замешиваю его в течение полчаса. Затем он всю ночь у меня отстоит. Надеюсь, утром он поднимется. У меня вот такая формочка обычная. Кирпичик. А есть та самая форма, та самая форма, которая была у деревенского блокнота. Это отушилка. Как звенит? В такой большой тушилке я в Питере себе пеку каравай. Вам показать нечего. Я уже доел сегодня последний кусочек. Поэтому я пеку себе сейчас следующий хлеб. У соседей не дождешься. В прошлый раз я когда приезжал, комарики, комарики. Заказывал хлеб, и я его так не дождался. То электричество вырубали, то еще какая-то причина. Кстати, в Дикси здесь у нас очень часто продают бездрожжевой хлеб. Сейчас скажу. Город Витебск. Витебский хлеб. Бездрожжевой. Это я купил на всякий случай. Если я не дотянул свой хлеб, я бы ел витебский. Но Витебский он такой своеобразный. Они добавляют патоку туда. Что они еще добавляют по вкусу-то? Они еще кориандр добавляют. Я сейчас специи перестал добавлять, хотя можно было бы добавить. Пробовал с чесноком. Потом с чем я пробовал делать? Блин, где у меня приправы-то все? Ну, травы к салату не пойдут. Короче, кориандр добавлял, тмин. Что еще добавлял? Как-то карри добавлял. Ну, блин, хлеб такого цвета стал и по вкусу непонятно. Ну, вот он. К рукам уже не липнет. Мой колобок. Правда, какой-то он непонятный. Он из-за хлопьев как-то не стягивается между собой. А должен получаться одно единое целое. Ну, вот. Делим его пополам. Вот такой маленький колобок. Кстати, вместить хлеб надо очень крепкие руки. Примерно как у меня. У Кузнецов крепкие руки выдержат любые нагрузки. Не сказал бы, что у меня такая большая. Как-то я ради прикола замерил 41. Кстати, у известного кроссфита Виктора Блуда 44, как он говорил о себе. Но я под его категорию не тяну. Мне уже годов очень много. И я так и не стремлюсь к тяжелой атлетике. Мне своей тяжелой атлетике вот там вот лопатой покидать целый день хватает. Или в Кузнеце поработать кувалдой тоже хватает. В Кузнецу я пока не планирую в ближайшее время. А может быть и гайки-то подзажмут. Придется пойти туда подхалтуривать. Потому что у меня на строительство денег сейчас может не хватить. наследство уже тает на глазах. Материал очень дорогой. Столько всего надо строительство вбухать. Уже вбухал полтора миллиона сюда пусковскую за 7 лет. Я сам удивился. А с виду ничего и нет. Ну так кажется. Пускай здесь поднимается. Потом в эту форму я бахну. когда первый колобок испеку следом пойдет следующий. Вот осталась мука. Эту муку я бахну сюда в закваску. И размешаю. В принципе технология не сложная. У меня где-то на канале есть ролик как я в Питере пеку хлеб. Про закваску без дрожжевую рассказываю. Но я так сухо все. Надо просто заняться этим делом. И вот поэтапно показать как она готовится сама закваска. из чего готовится. Она из хмеля обычного. Хмель который по изгороди ползет и цветет такими дурманящим цветом желтым. Вот из него это все сделано. Ну извиняюсь конечно за вот такой бардак потому что кухня у меня сколько здесь ну меньше двух метров и два на метр семьдесят примерно. так примерно такая кухонька. Здесь у меня все расположилось все что возможно. От сантехники вот водогреев и стиральной машины заканчивая плитой газовой. Все надо уместить вот на таком пространстве. Закваску делан на соке березов. Надо себе налить сока березового. вода вода у меня здесь питьевая а для мытья рук и посуды вот синяя емкость все удобства приятного аппетита. Классно. Чуть-чуть сладковатый. Ну что сейчас я готовлюсь и пойду разжигать костер. И пару минут я вам покажу как я просто сижу медитирую у костра. Завязал закваску поставлю в холодильник в самый низ где стоят овощи хранятся. Ну вот друзья одел шапку и все слышу что-то такое шумит подозрительно. Открываю дверь входящую все дождь начался. А вокруг тишина и шум дождя. С вами был Алексей Кузнец из Псковской области. Здравствуйте друзья вас приветствует Алексей Кузнец из Псковской области. Я решил вот так сделать вступление к ролику который сейчас вы будете смотреть. Мы находимся в бытовке а именно на кухне. Вчера я замесил хлеб и вот что у меня вышло. вот так поднялся хлеб и второй хлеб кирпичик тоже неплохо поднялся. Сейчас я занимаюсь кашеварением варю себе кашу вот в таком походном армейском котелке. кашу варю на корове молоке на местном причем вкусном молоке и сделал себе легенький бутербродик жирной хлеб масло и сыр. Сейчас с кофейком прям анекдот вспоминаю. Сидят двое в ресторане за границей. Один пьет чай, подходит официант говорит как чай. Он говорит отлично. Я хочу вам сказать что вы русский. А как вы определили? А говорит вы из чашки ложку не вытащили. Такой с утра не смешной анекдот. Помешиваю кашу в котелке чтобы не пригорело. Сами знаете с кашами это дело такое. Так. Вкусная добротная кашка. Овсяная. Овсянка сэр. Помните из фильма. Сейчас перекушу овсянки съем бутерброд пойдем ставить хлеб. Еще раз приятного аппетита. очень вкусная кашка получилась. С питерского молока не так получается. Там оно проходит обработку. Это цельным молоком коровьи. Которое беру у соседки через три дома. Причем корова племенная и дает вкусное молоко. молоко. Очень интересная идея. Здесь у меня березовый сок и корки мандарина добавлены. И такое интересное сочетание вкусовое получается. Включаем печку. Сегодня погода не радует. Пасмурная и очень ветреная. Холодный ветер. Я сейчас подумаю, может быть, одеть курточку. как-то прохладно, даже одев термобелье. Жду, когда ветер утихнет. Нашел себе занятие поинтереснее. Как видите, ножовка в руках. Я икаю. Ландшафтный дизайн. Просто меня эти ветки уже напрягают. Когда я здесь заливал бетон, постоянно по лицу получал хвоей. Может быть, это приятно кому-то, мне нет. Здесь у меня аллея облегпихи, которую мне привез три года назад мой родной дядя с Новгородской области. Здесь было восемь кустов, из них осталось всего пять. Остальные засохли или померзли, я не знаю. Я их чик и готово. Сейчас пойдем дальше развлекаться. У меня на горизонте маячит крыжовник, который тоже видимо прихватил его морозом. Надо разрядить. дадим дорогу молодой поросли. даже само отломается. Настолько сухое. у меня секатора нет, а может быть есть, только не могу найти. Есть, зато ножницы по металлу. вы думали он один у меня? Вот еще второй куст. Блин, больно он колется, какие шипы у него классные. Так, так, так. Да е-мое, цепился ты как, а? Так, этот молодняк. так, здесь идет сосед поехал в город, забыл ему заказать садовый вар. У меня же есть солидол. замажу солидолом. Да, ножницами по металлу особо толстый не перекусишь. Здесь у меня посажена еще черная сморода. она не видна, потому что кустики вот такие маленькие, просто были воткнуты в землю отростки, они прижились. Единственная проблема, здесь трава настолько суровая, что забивает все кусты, и надо постоянно выкрашивать, иначе ягод не дождешься. цветут ябони, груши, вишни. Пытается зацвести груша. цветет так прикольно слива. за моей спиной находится баня, ее называют Мабиба, а я ее называю Русская походная баня, которая верой и правда служила порядка 10 лет. 10 лет она верой и правда служила у моего соседа, который мне приложил ее приобрести за небольшие деньги 4 года назад. И вот 4 года назад я парился и наслаждался русским паром в этой бане. Сейчас я разбираю каркас, который был построен для защиты бани от разрушения в прошлом году. акс у пакет до уголочки тоже пойдут повторно кстати саморезы я вспомнил они уже пойдут по третьему кругу вот так выглядит теперь печально предбанник как видите подготовил дрова для бани как видите висят прищепки оставленные моей женой здесь после баньки сушили вещи выстиранные вот так печально все разрушается ну на смену старому приходит что-то новое ближайшие ближайшие видео увидите новую баню которая срублена мне на пилораме и ее будут монтировать мне на винтовые сваи это как-нибудь ближайших роликов вот так выглядит баня в естественном ее виде как видите куча баннера лежит досок мои любимые шершни сраните мой палец и шершень он еще спит как я их люблю прямо обожаю самые большие насекомые псковской области не только по легенде гласит что один удар жалом шершня в лоб коню сшибает его с копыт не знаю не проверял у меня в создавали гнездо шершни есть видео если хотите посмотрите зайдите в плейлист там есть как избавиться от шершни там была целая баталия как видите остается от него только каркас металлический я его куда-нибудь применю у меня ничего не пропадет даром все будет использовано повторно вот сделаю маленькую тепличку парник обтянул или стретч пленкой как многие делают как вот делает если знакомый с каналом адвокат егоров стретчем обмотал каркас из палок и нормальная получилась теплица я же ее привез целиком как думаете на чем на прицепе вот этот предбанник который справа руки у меня поставили на прицеп туда запихали полностью целиком мобибу и и в таком виде я привез ее сюда до этого у меня был сколочен каркас два три пуса и настеленный досок импровизация а-ля деревня мобибу и в придачу мне сосед отдал вот такую интересную вешалку не печально все баня разобрана двери я ножницами выстригу здесь две двери потому что здесь еще тамбур есть и может быть куда-нибудь применю почему почему бы и нет ту же самую мини тепличку парник поставлю все бани у меня больше нет конечно свои труды жалко разрушать в жизни всякое бывает как и разрушение так же как и созидание конечно человечество больше разрушать чем созидает поэтому происходящее сейчас в мире это в то же время час пик а в то же время задуматься о том что человек что-то не то делает ладно не будем о печальном вот так садится солнце псковской области кто-то на машине едет кадр попадет сжигаю ветки заодно так же сжигаю баню то что от нее осталось а именно мобибу огонь не особо-то затевается потому что до этого шел многочасовой дождь ну вот ветки ну ветки сосны они помогают хвоя хорошо воспламеняется за мою спиной горят ветки которые сегодня срезал со всех яблонь сосен и торжественно сжигаю то что осталось от бани мобибы это хорошо так 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 Бытовой мусор я всегда сжигаю на костре Причем на хороших углях Чтобы меньше было выброса в атмосферу Вы скажете, что это неправильно А посмотрите, что творится на больших свалках Вы когда-нибудь были на городской свалке Где все это гниет, воняет, разлагается И потом попадает все это в сточные воды В ручьи и в озера Я подхожу к этому вопросу намного интереснее Даже не буду спорить на этот вопрос Поэтому можете не писать в комментариях И даже не отвечу У каждого своя точка зрения Вот такой разыгрался костейрок Метра два с половиной Метра два с половиной По ощущениям по тысячу градусов температура Обычного костра где-то 600 Но здесь не подойти Очень жарит Люблю вот так сидеть у костра И наслаждаться огнем Огонь сжигается плохое Подпитывает энергетикой своей Я сам огненный знак Овен И работаю всю жизнь с металлом, с огнем Укращаю дугу Превращаю горячий металл Что-то красивое, интересное Поэтому меня огонь всегда завораживает В нем что-то есть живое Такая тайная сила Которая возникает из ничего С их скры С сожженной спички И может достичь такой силы колоссальной Друзья и подписчики Спасибо за просмотр С вами был Алексей Кузнец До скорой встречи Продолжение следует...